Всем привет! Я отопаю на автобус, еду в поликлинику сдавать анализы. Возможно, попаду еще к офтальмологу, потому что зрение проверить надо, и все никак-никак. Возможно, он работает в первую смену, и мне удастся прямо сейчас к нему попасть. На улице совершенно никого нет. Кстати, не холодно. Надеюсь, не опоздаю на автобус, спешу. Надо еще купить талончики. Сходить в лабораторию у меня заняло примерно одну минуту, но полчаса я стояла в регистратуре, чтобы взять два талончика. Взяла, короче, к врачам талончики, и как раз-таки сегодня попаду еще к офтальмологу, проверю зрение, и буду себе уже выбирать новые оправы, возможно, линзы какие-то. Спешу домой, Никита спит на улице. Прекрасная погода. На самом деле очень тепло, а я не подозревала, и оделась тепло. Мне так повезло, короче, я только пришла на остановку, купила талонов с Никитой на сегодня, и сразу же подъехала 18-ка. Блин, так кайфово, что-то ждать не надо. Вот, приехала домой, сейчас, наверное, лягу спать, глаза у меня, конечно, подопухшие, какие-то сонные. Поэтому, скорее всего, 99%, что я сейчас переоденусь и просто заболусь спать. Так, у нас сегодня, значит, такие планы, грандиозный поход по врачам. 21 гуатт. Целый день тратим на то, чтобы я сходил к лору, чтобы Кристина сходила к окулисту, чтобы она еще сходила еще куда-то там. С утра она уже, как вы знаете, была на анализах. Короче, капец, я реально, я себя чувствую, я как в каком-то режиме пенсионера живу. По врачам. По врачам одним. Да нормально, успеваю. Короче, в этот раз, как вы знаете, мы взяли талончик врачу, потому что в прошлый раз у нас вообще не получилось туда попасть. Надеюсь, по талончику перед носом у нас не повесят табличку, что технический перерыв, полчаса. Мы вышли из поликлиники. Конечно, у меня в поликлинике намного больше людей и больных, чем у Никиты. Что-то ссорятся там. У меня вообще какая-то атмосферка гнетущая в этой поликлинике, Кристинина, вообще. Ссорятся там. О, я занимал. Нет, я, я первая, мне спросить. Короче, по анализам все отлично. Я здорова, я, блин, счастлива. Надо с радостью напиться, но пить нельзя. Мне нельзя пить. Я же тоже был только что у врача. Ну, мне там сказали долечиваться, что-то там прокапывать. Ну, прописали всякие мази, лекарства, рассосульки. Короче, прописали всякие свистульки там. Пропивать, прокапывать 5 дней. Я еще сказала, что в следующий раз она меня не пустит, если у меня флюорография не будет пройдена. А то у меня с 16-го года не пройдена. Она говорит, что я обещаю с 16-го года ее пройти, хотя этого вообще не помню, что я там кому-то... Ой, ты к ней не ходил. Ну да, странно. Типа, ну, короче, ну, я думаю, это все равно мой последний прием здесь. А дальше мы уже будем в Польшу долечиваться, поэтому пофиг, не на эту флюорографию. У меня анализы хорошие. Я так счастлива не была за последние 3 года, потому что у меня всегда они были плохие. А тут я вылечилась. И просто сказали поддерживать, там, короче, витаминки разные пить. Я такая, окей. Пришла какую-листую, значит. Вроде вижу хорошо, но вроде вижу плохо. И говорю, так и так. Вроде вижу, вроде не вижу. Посмотрели, оказывается, у меня зрение минус 1,75. А раньше было минус 1,5. То есть 0,25 всего лишь улучшилось. И врач такой, ну, я не знаю, или тебе надо новые линзы. А я-то знаю. Я тоже не знаю, или мне надо. Я говорю, ладно, выписывайте рецепт, там подумаем. Вот сейчас иду и думаю, надо или не надо. Ну, а правую все равно будем менять, поэтому какая разница. Сразу с линзами поменяем. Да, идем сейчас домой. А что дома, не знаю. В магазин надо зайти, купить, попить. Мне же сказали, что мне алкоголь нельзя, газированная нельзя. С ума сойти. Горячая, холодная нельзя. Мед нельзя. Кофе нельзя. Короче, мне только воду можно. И то тепленькую. Священную. Надо что-то купить, да. Поспокойно. Церковную. Церковную, наверное, быстрее бы мне было. Идем, значит, по городу, вон там видняются мои дома и козочки бегают. Нормально, здесь у нас как бы частный сектор такой. Но я не думала, что настолько частный. Не, ну у нас, кстати, на Янкек упало, когда я малой был. Еще-то, по-моему, когда я в общаге жил, то прям постоянно там коз выводили вечерами. Так прикольно, слушай. А так уже, конечно, я тоже давно что-то не видел, чтобы вот так вот козы по городу ходить. Ну, прям, это же не совсем-совсем окраина. Тут реально до центра, блин, две остановки. А это вон сколько частных домов. Ну да, ну это так, прикиньте, сколько здесь земля стоит. Нихерово тут земля стоит. Угу. Прям, считай, в городе частный дом. Мало того, что она стоит, так еще и хрен какая бабка продаст, блин. Знаешь, у них обычные принципы, а они просто нет и все. За любые деньги. По пути домой мы еще зашли за всякой ерундистикой в магазин. Да. А Никита выдавил себя прочь. У тебя кровь там просто. Бульба чипсы. Взяла Кристина. Ну, вообще, бульба чипсы, кстати, вкусные. Белорусы, я смотрю, чипсы на очередь там они. Потому что это вроде как белорусские чистые чипсы. Они вкуснее, чем лейс. Да, нам прямо пока что очень нравится. Даже сама чипсы, но не сильно твердая. Кристиный бигбон. Не знаю, когда-нибудь его съем. Когда, не знаю. Моложенький. Обычный. Закатился лето, потому что в Польше нет нормального мороженого магазина. Только если где-то на развес продают. Блин, тает, надо уже прятать. И книг. Вот такой вот сок. Мне почему-то показалось, что он, наверное, очень вкусный. Он, наверное, стопроцентный. Надо почитать сзади. Вообще, гранатовый вкусный. Гранатовый сок. Ну, если написано сок, то это сок. Ну, я, короче, ну, только на соках имею право ставить сок. На остальных там пишутся какие-нибудь тары, там всякое говно. Ну, я помню, я пробовала гранатовый сок натуральный. Прям при мне его давили в Ялте. То, конечно, он был вкусный очень. Я капнула себе на штаны, у меня нет, стиралось капли. Новые штаны были. Короче, чай какой-то черный. Сгущёночка. Сгущёночка. Завтра будут блинчики с творогом и сгущёнкой. Вода обычная, так как мне запретили пить всякие газировки. Мне запить вон. Ну, взял Никита какую-то обечебную с минералами там, минеральную. Кристина Золотоп ещё себе мороженая. С инжиром попробовать новый. Ещё одно обычное спойлер. И Gold Kit Kat для Golden Girls. Раскладываем всё по местам. Мы, кстати, начали опять смотреть Барута. И там что-то интересное начинается, да? Никита читает мангу, и там что-то прям вообще капец. Там вообще беда, ребята. В смысле беда? Я просто не знаю что, Никита постоянно хочет мне спойлеры рассказать. Я ему не разрешаю. Вот как можно другому человеку рассказывать спойлеры? Такие люди вообще попадают в отдельный котёл потом, который рассказывает спойлеры. Никита напрашивается на отдельный котёл. Потому что постоянно мне... Я буду там вариться, и мне будет, чёрт, приходите, всегда наперёд спойлеры рассказывать. Да. Потому что он постоянно смотрит какие-то видосики, разоблачения, что там дальше будет, а кто кого убил, а кто кого чего научил. Я пытаюсь это не слушать, но когда я уже слышу, что он об этом, у меня мозг только, нет, надо послушать. Такая, нет, красиво, смотри, отчаянный домохозяин. Вкусный сок, ой, с кислинкой, ой-ой-ой. Прям как надо, такой гранат-гранат. Ай, хороший, ай-яй-яй. Вот я вот прям такого хотел, сладкого, кислого такого. Вкусный, и есть вот эта терпкость, как вот в гранате. Вкусный, и главное, не капни никуда себе, а то придётся выпросить одежду. А мы пообедали или поужинали? Короче, приняли приём пищи. Поужинаны были. Сейчас будем смотреть Наруто. Я сходила замороженная, мне какие-то будут есть свои солета. Кстати, там продаётся ещё солета, по-моему, с черникой и лавандой. Вот главный ингредиент, как бы, лаванды. Вот то, что мне так в голову вышло. Интересно, я очень люблю лаванду, как цветы и как запах. Вот. Интересно, как на вкус. Так, мы только что смотрели Баруто. Как тебе серии? Нормально. Мне кажется, до конца вот эти, то, что нам осталось 4 или 5, это всё будет связано с этим событием, которое мы сейчас смотрим. Ну да, логично. Я думала, что может всё-нибудь новенькое, ещё одна какая-нибудь арка будет. Не-не. Ну, пока вроде более-менее интересно, можно смотреть. Ой, только что согнила Кристина бабушка. Нам минуты оставалось досмотреть серию, и мы такие сидели, ждали, пока Кристина... Легня и яйца. Так хотелось сегодня вечером опять суши. Это какой-то ужас. Не знаю, как мне их... Как мне именно естся, чтобы я их не хотела. Помнишь, у тебя уже был такой период? Какой? Что ты постоянно суши хотел. Мы суши и заказывали. Где-то в это же время это где-то и было. Мы заказывали, и делали, и покупали. Ой-ой, да. Ломка. Ломка натуральная. Ладно, короче, я, наверное, сейчас пойду мыться. Потому что уже пора. Кристинка сядет пока монтировать влог. Потому что тоже пора. Потому что тоже пора. Всем до скорой встречи. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал обязательно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok